Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите «Сквозь судьбы». Мы рассказываем в нашей программе о деятелях культуры. Сегодня в этой студии главный библиотекарь отдела формирования фондов Национальной библиотеки Удмуртии Надежда Петровна Лимонова. Здравствуйте, Надежда Петровна. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. У вас очень интересная история, как вы начали работать в библиотеке, вообще пришли в это дело. Вы были фанатиком иностранных языков и хотели учительствовать, и благополучно уже начали работать учителем немецкого языка. Я так думаю, что вас любили и коллеги, и дети. И вдруг вот этот вот прекрасный момент, библиотечное дело, переход, совершился. Почему? Как вы себе сейчас это объясняете? Может быть, с прихода в какую-то библиотеку по делу это началось? Нет, дело в том, что я вот, наверное, уже сейчас, вот когда астрология, астрономия, мистика, я поняла, что действительно что-то в жизни бывает. Я ведь не представляла себе никогда, что библиотекарь – это профессия. Я у себя в Талавайской школе знала прекрасных библиотекарей, которые – это бывшие учителя, прекрасные, интеллигентные женщины, которые много знают, я их обожала. Но я не думала, что специально этому где-то учат. А вы любили книги и чтения? Я очень любила. Я любила приходить в библиотеку, я любила между селожами ходить. Это для меня был какой-то храм. Церкви там не было другого храма, я не видела. Но для меня был храм. Книги? Да, книги. У меня отец вот любил книги читать, прививал меня этому с ранних лет. Но когда вот по воле и судьбе, то, что я в школе не могла… То есть я приехала к мужу, раз в студенте, из поселка Первомайский, Водкинск, куда была я направлена после окончания иностранного факультета. Ну, факультета романа германской филологии. То есть в школе месяц не было. Здесь в Вежерске не нашли просто работы. Да, муж, студент, частная квартира, сын маленький. Надо зарабатывать, как-то жить, выживать. И вот у меня прописок нет, меня никуда не берут, в садик никуда не берут. И друг, я вижу, детская библиотека требуется… Детская библиотека имени Жданова требуется в библиотеке «Ретан-Тарбазаре», где мы снимали частную квартиру. Я туда пришла. И сразу почувствовали, что вот это ваше, это ваш путь. Я настолько это почувствовала, но это я вот еще… Вот когда я первый день вышла на работу, и я оттуда уходила, я не чувствовала земли под ногами. У меня было такое ощущение, что я плывала по облакам. С прекрасным библиотекарем Галиной Гермудиновой, которая меня под руку вела. А вот припоминайте вы, о чем вы, о книгах, о писателях тогда общались, или как, не знаю, о судьбе жизни? Ну вот это была детская библиотека. И библиотека – это двухэтажный в деревянном доме и барьер. Вот барьер между библиотекарем, как раньше в сельском магазине было, а там, значит… Читатель. Читатель. И вот я вижу, приходит маленький читатель, и вот это библиотекарь, глаза блестят, она настолько внимательно слушает, что ему надо. И если вот книга, которую ему надо, нету на месте, она выдает другую книгу. И я вижу вот счастье в глазах этого ребенка. И я поняла, что учитель – это хорошо, он чему-то будет учить, что-то я себе чувствовала, что-то давать, воспитывать. Но библиотекарь не менее хуже профессия, в принципе, не хуже место работы, где можно дать столько малышу, ребенку, подростку, потому что вовремя выданная книга – это все. Я вот сейчас просто могу отлиться и сказать, вот у меня сын уже под 40 лет, и он состоялся. Я могу гордиться своим сыном, который живет в Питере. И как-то вот он сказал, что меня сделали книги. И я тоже поняла, что ему повезло, что я работала в библиотеке. Десять месяцев было, когда я ему первую книжку принесла, потому что семь месяцев я вышла на работу. И он чуть-чуть только там испортил. Он не порвал ни одну книгу, это было удивительно. И вот счастье его в том, моего сына, что он получал вовремя. Вот в этом возрасте нужна вовремя прочитанная книга. Это вот живой пример, что значит сегодня иметь библиотеку, где достаточно книг для всех желающих. И даже если этой книги нету, есть прекрасный библиотекарь, который и так заменит на другую книгу, что читатели не почувствуют, но он получит свое счастье в виде вот этой долгожданной книги. Вот знаете, мне хочется вернуться к Национальной библиотеке Удмуртии, в которой вы и отделом краеведения долгое время заведовали, и выставки книжные организовывали. Я знаю, что у вас очень своеобразное мнение. Вот считается, что ну сейчас тяжелые времена, но они пройдут библиотеку, сделают и на том же месте, как говорят в Министерстве культуры и туризма Удмуртии. И вот в этом здании она приобретет некий досуговый такой вот еще компонент развлекательности такой будет добавлен. Я знаю, что вот вы думаете немножко... По-другому, вот в этой тотальной развлекательности опасаетесь. Вот я даже книги считаю... Есть книги классика, есть очень хорошие книги, но почему-то эта книга очень читаемая, иногда не становится классикой. И также библиотеки. Ну, в общем, и в культуре, и в искусстве есть классисист, и есть вот разные направления. Отдельные библиотеки могут быть там центрами по интересам, да, и клубами. Да, так же библиотека, да, что сельские массовые библиотеки, они сегодня должны быть немножко в другом формате. Это действительно центр досуга, где комфортно всем, и тут же книги, тут же развлечения и так далее. А все-таки главная библиотека республики, государство, это самый главный информационный центр. И это хранилище единственных экземпляров той литературы. Вот мы сегодня должны думать о том, что Пушкин будет в любой библиотеке мира, а книги наших удмусских авторов, пусть они не на удмусском пишут, они на разных языках пишут, есть русские авторы, что эти книги только мы можем и должны сохранить. И они должны быть нашим таким интеллектуальным богатством, чем мы будем гордиться, как единственной коллекцией в мире. И чтобы, придя в главную библиотеку республики, человек нашел все, что было напечатано на территории Удмуртии. И удмусский автор, автор Удмуртии, если печатали за пределами, чтобы этот автор тоже пришел сюда. Эта книга была представлена. Чтобы эта книга тут жила, потому что мы только сможем сохранить вот эту нашу интеллектуальную собственность, наше состояние. Можно сказать, что вот миссия вашего отдела формирования фондов вот в этом сохранении, она вот полностью выражается, да? Да, полнота сохранения. Поэтому для того, чтобы вот так было, есть закон об обязательном экземпляре документов, российский закон. На основе этого закона есть постановление об обязательном бесплатном экземпляре нашей республики. Ну, это практически во многих республиках и областях это работает. Тоже местные еще на уровне, на основе закона, на основании закона взятия экземпляре. Вот, то есть, правительство тоже каким-то образом пытается доказать издателям, авторам, что книги, они должны не пожалеть и отправить в библиотеку. И для их же блага пройдет много-много лет, обратится человек в библиотеку и найдет информацию, и найдет историю любого издательства, что вот такие книги они выпускали. Или автор. Вот очень сложно бывает, например, с некоторыми авторами. Выпустил книгу, раздал друзьям и говорят, а для чего библиотеку? А я считаю, что если ты уже написал книгу... Первым делом надо в библиотеке. Все. Ты уже как в сказке козленок, которого уже сосчитали, потому что ты уже себе не принадлежишь. Ты уже вошел в историю, ты уже написал что-то. А ты для чего написал? Ты уже думай тогда не только о себе. Более ответственным вы призываете авторов и писателей быть. Да, да. Замечательно. Спасибо, что вы все это рассказали. У меня остается, в общем-то, финальный вопрос. Вы читаете ли знаки судьбы? Вообще об этом задумываетесь? О судьбе, о высших силах? Или более рационально выстраивали всегда свою жизнь как бы по логике? Посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, будет судьба. Как у вас? Это у меня 50 на 50. И поэтому муж иногда с шуткой, а иногда где-то уже всякой серьезной ситуации, говорит, ну у тебя же две головы, потому что по гороскопу я близнецы. И он говорит, у тебя две головы. И вот я часто замечаю, что иногда действительно я считаю, что это какие-то знаки судьбы, и что мы от себя не зависим. То есть все складывается помимо даже наших детей. Да, иногда вот какие-то события, которые мы уже происходим, говорят, вот прямо я считаю, ну вот надо же, вот так произошло. А другой раз я вижу, нет, это от меня зависело, что вот такая ситуация случилась. Это выбор был ваш. Да, но выбор именно работы в библиотеке, это вот чистой воды, мистика, это знак судьбы. Почему? Потому что так любить свою работу и быть счастливой в этой работе. То, что даже сын, он говорит, ну надо же... Это вас отличает от всех, от многих. Что это счастье. И я считаю, что в жизни вообще у каждого человека где-то рождается своя пара. У женщины мужчина, у мужчины женщина. И у каждого человека есть свое место, где он профессионально себя... То есть он профессионально получает такое счастье, он так самореализуется вот в этой профессии, но, к сожалению, к великому, почему-то теряются пары, друг друга не находят где-то вот в нашем таком большом мире. И не каждому удается найти то место. Пусть у меня не это была профессия, но я нашла это место, где, оказывается, можно получить такую порцию счастья, что вот это счастье меня держало на плаву, заставляло где-то блесить глазам, несмотря на всякие экономические какие-то моменты в жизни, трудности, еще какие-то, может быть, моменты в жизни. Ну, всякой в жизни бывает. Но вот то, что вот есть такое место, и я сегодня вот молодым, который приходит, говорю, вы знаете, вот не место красит человека, а человек красит место. Это правда. Потому что ты можешь в любой профессии быть вот асом, если это тебе нравится. Да, это очень важно. Найти то, что любишь. И в любом месте, в красивом дворце, где тебе очень хорошо платят, где какие-то льготы и блага, а на душе, может быть, дискомфортно. Спасибо большое за этот разговор. Долгих лет вам жизни и работы нам всем на радость. Спасибо. Спасибо. В этой студии была главная библиотека, ряд дел о формировании фондов Национальной библиотеки Удмуртии, Надежда Лимонова. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин